Дэнди, Дэнди, мы все любим Дэнди, Дэнди! Рабочие, которые намаялись у своих станков, и бизнесмены, которые протирают уже десятую пару штанов. Я знаю, что даже пенсионеры, люди пожилые, с удовольствием проводят полчаса с нашей программой, потому что хотят узнать, чем сегодня живет молодежь, чем она так интересуется живо. И сегодня, сквозь вот это вот толстое стекло объектива нашей телекамеры, я вижу всех вас таких разных, красивых, умытых. Вас, для которых слово Дэнди не просто имя, гораздо больше, чем имя, это целый мир, неизведанный и желанный, мир новой реальности, мир компьютерных игр. Сегодня в нашей программе. Для милых восьмибитников Капитан Америка лучшая игра в этом сезоне. Для шестнадцатибитных сеговцев Генерал Хаус и Капитан Америка вышеупомянута только в шестнадцатибитном формате. Ну а потом безымянная китайская игра, весьма похожая на Марию, на все остальное. А дальше R-Type 3, Mortal Kombat, Flashback и, конечно, как всегда, секреты из великолепной игры Donkey Kong Country. Внимательно смотрите и спокойненько сидите. Мы в эфире. По-прежнему мы получаем письма от наших телезрителей, а так как у нас сегодня нету викторин и никаких конкурсов, то писем этих, конечно, стало немножко меньше. Но вы спрашиваете о том, как играть в те или иные игры, присылаете нам всякие смешные картинки, рисунки. И вот одна из этих посылок меня просто по-хорошему потрясла. Александр Кобенин из поселка Радужного прислал нам такие вот две маленькие коробочки. На одной из них, как вы видите, написано цветной телевизор Sony, именно Sony, так как в шапке нашей передачи. А на второй наклейка с мотоциклистом написана Denzi. Все это очень подозрительно напоминает нам о теме нашей передачи. Тем более, что вот эта коробочка, которую я еще пока не открывал. На самом деле, я это, конечно, открыл, но для вас это пока тайно. Так вот, эта коробочка очень напоминает коробку от приставки Denzi-June. Правильно? Давайте откроем ее. Сначала откроем коробку с надписью телевизор Sony. Открываем, а там в мягких поролоновых прокладочках что-то такое лежит. Что же это такое? Аккуратненько вынимаем, и оказывается, что это настоящий маленький, сделанный из спичного коробка телевизор Sony. А на экране этого телевизора заставка нашей передачи. Слон Denzi и, по-моему, один кадрик игры Mario. Это что касается телевизора. Открываем следующую коробочку. А там... А там, видите, что лежит? Приставка Denzi. Приставка Denzi, да не просто так, тоже из спичного коробка, кстати. А с маленьким штекером для подключения к телевизору. Все как в настоящей жизни. Все как в нашем мире новая реальность. И двумя такими джойстиками на ниточках. Но и это еще не все. В коробочке прилагается картридж. И настолько Саша Кабенин постарался, что он, смотрите, как идеально подходит к приставке. И у меня, ей-богу, возникло такое ощущение на секунду, что если сейчас вот этот проводочек с ниточкой засунуть вот в этот телевизор, в эту приставку действительно можно будет играть. Но все это, конечно, шутка. На самом деле, огромное количество времени провел Саша для того, чтобы сделать нам такой подарок. Мы его никуда не выбросим, конечно, оставим его у нас. И каждый раз, когда будем заканчивать передачу, все-таки будем пытаться втыкать этот проводочек в телевизор. Может быть, когда-нибудь эта приставка заработает. Ну, а ваши приставки, я уверен, работают нормально. И сейчас мы с вами приступаем к знакомству с новыми продуктами, которые представляет фирма Дэнди. Радостный слоненок Дэнди обовестил вас сейчас таким вот смешком о том, что мы начинаем рассказ, как обычно, с 8-битных картриджей. То есть, с картриджей для приставки Дэнди Джуниор или Дэнди Крассик. Вот, например, он стоит. И прежде чем мы начнем смотреть, несколько слов вот о чем. Посмотрите. Это картридж Капитан Америка для приставки Сега. А это картридж Капитан Америка для приставки Дэнди. И вот в течение нашей сегодняшней программы вам предоставляется возможность сравнить эти две игры и сделать для себя соответствующий вывод. Но начнем, конечно, с Дэнди. Так, Капитан Америка. Все расскажу по ходу. Лет 20 назад в Соединенных Штатах Америки вышел на экраны этот фильм. Назывался он «Капитан Америка». И тогда ни на одном школьном вечере вы бы не могли увидеть парня, который не был бы одет вот так же экстравагантно и весело, как этот малышок. Синие штаны, красные сапоги и полосатая водолазочка. Да, и самое главное, в руках звездный щит. Действительно, кроме этого щита никакого другого оружия Капитана Америки нет. Только щит. Он его бросает туда и сюда, и он, как всегда к нему, возвращается обратно в белые руки, нисколько не запачкавшись и не поломнувшись. Игра великолепная, графика восьмибитная. Вперед, мои дорогие. Попробуйте себя в роли Капитана Америки. Пока. Ну что ж, симпатично, правда? И вы знаете, чтобы далеко от нее не отходить, давайте сразу посмотрим, что такое Капитана Америка в формате Сега. Ведь у многих из вас, чё греха таить, по-прежнему дома еще нет приставки Супер Нинтерн. А стоит купленная давно Дэнди или не так давно купленная Сега. Поэтому мы не можем обойти обладателей приставки Сега своим вниманием. Смотрим Капитана Америку в формате Сега. Ну что ж, 16-битный процессор позволяет в начале игры запустить маленький диалог типа «А вы чего, парни, здесь хотите сделать?» «А мы хотим тебя убить, противный капитан!» Ну вот, и этот диалог, и, конечно, привычная для 16-битки трехмерность изображения. Видите, картинка как бы уходит вглубь и на заднем плане в перспективе, что хочется отметить особенно, возникают дома, города и села. Ну а что касается драк, тут, в общем, все довольно обычно. Непобедимый Капитан Америка в своих синих штанах, полосатой майке и великолепном щите со звездой на борту. Капитан Америка в 16-битном формате не разочарует вас, поверьте мне. Ну что ж, разница налицо, 16-бит они есть, 16-бит. Я думаю, что если фирма Нинтендо когда-нибудь сподобится создать игру Капитан Америка, то она будет еще круче, чем Сеговская, просто поопределить. Ну а сейчас вот что. У меня еще остался один 8-битный кат из Жуках, и тут довольно странная ситуация. Я совершенно ума не приложу, как он называется. Совершенно явно, что это китайское название, потому что буквы будут китайские. И вы знаете, очень часто игроки на приставках сталкиваются с тем, что на картридже не написано ни слова ни по-английски, ни по-русски, ни по-немецки, а только вот на этих вот иероглифах, китайский или японский. Что делать с таким картриджем, спросите вы? Да просто надо вставить его в приставку и посмотреть, что за игра. Вот запомните эту обложку, если вы ее встретите в продаже, покупайте ее или не покупайте, в зависимости от того, насколько вам понравится сама игра. Китайская игрушка. Вы знаете, я просто вижу перед собой этих китайских задумчивых программистов, которые, насмотревшись современных компьютерных игр, решили создать что-нибудь свое. И получилась смесь Супер Марио с игрой Остров приключений, Adventure Island, о которой мы, как вы помните, рассказывали в одной из наших прошлых передач. Только от героя Adventure Island у этого героя остались живот и ноги, а от Марио усы. Правда, откуда-то возникла борода. Но так или иначе, играть в нее можно, нужно и похваля. Ну что ж. Теперь понятно, что означают эти таинственные иероглифы и изображения каменного Будды. Вот так надо поступать с теми картриджами содержания, которые вам неизвестны. Но мы будем стараться в наших передачах от этого вас уберегать. Потому что, как вы можете взять картридж, и куда вы встаете в магазин? Мы вам расскажем об этих неедомых изделиях, и вы будете делать отличие выводы. Приставка Sega немножко отдохнула, и пора ей снова заработать. И на этот раз это будет картридж с двумя небритыми мужиками на обложке. Называется эта игра General Chaos по-английски, а по-русски General House. Все слова генерал и слово house, то есть беспорядок, что-то такое невообразимое, в принципе, несовместимы, конечно. Потому что если это генерал, то это армия, это все строго, все четко. Но в этом картридже, а я его давно уже знаю, примерно год я его прошел до конца, очень интересная игра. Так вот, здесь два генерала совершенно сумасшедшие. С детства конкурировали между собой, соревновались, кто из них лучше стреляет из рогатки, кто из них дальше бегает и выше прыгает. И в конце концов кончилось тем, что они себе создали настоящие армии, и вот ведут между собой такую смешную войну. Эта игра, на мой взгляд, скорее юмористическая, нежели стратегическая или боевая. Посмотрите сами, какие там смешные солдаты, смешные генералы, и вообще очень все весело. Генерал-хаус. Генерал-хаус. Электронных солдат, сколько хотите. Дело в том, что как только вы нажмете кнопку ресет, все они снова оживут и забегают по полю. В отличие от настоящей войны. Ну а все остальное, тактические карты, огнеметы, гранаты, лимонки, базуки и минные поля в полном ассортименте. И для тех, кто решил посвятить свою жизнь военному искусству, эта игра – незаменимый учебник. Как гарантия того, что игра эта очень хорошая и очень красивая и интересная, может служить для вас, тех, кто не видел нашей передачи, то, что делала ее фирма Electronic Arts. Электроник Arts, если вы не полный профаный в компьютерных играх, это одна из самых серьезных компаний, которая начала давно, еще одной из первых, производить потрясающие игры. И с тех пор, в общем, занимает ведущее место на рынке вот этой вот видеоразвлекательной продукции. А сейчас я вставлю в наш видеоразвитацион рекламный картридж. Ты хочешь управлять миром? Твоим миром, в котором каждая секунда – это борьба и скорость. В твоих руках самое совершенное оружие. Уже сегодня в магазинах деньги во всей стране совершенная игровая система. Супер-Нинтендо. Ты знаешь, Денис, кто там за этим теплышком чеет? Прекрасно. Кто? Телезрители. И фанаты. И не просто телезрители, а там сидят люди, которые ждут от тебя новых секретов по игре Донки-Конки. Я вижу, что у тебя картридж уже... Уже в руках, уже в руках. Какую-то тряпочку, он так уже поистрепался. Ты с ним не расстаешься, что ли? Я с ним не расстаюсь, но и ты как бы тоже с ним не расстаешься. Да, но у меня успехи гораздо скороннее, чем у тебя. Сколько процентов секретов ты уже открыл в сегодняшний день? Девяносто восемь. Девяносто восемь? Да. То есть тебе осталось два процента, и можно тебя заносить в книгу рекордов как кого-то? Ну, я думаю, что не меня стоит все-таки заносить туда, а все-таки того, все-таки пока на данный момент неизвестного нам человека, который прислал нашу фирму видеокассету с записью с 98% и пройденной игры. Я с удовольствием посмотрел эту кассету, мне очень понравилось. Откликнитесь, позвоните нам по телефону 245-19-96. 245-19-96. Поэтому телефону нужно позвонить и сказать, что я тот человек, который прислал видеокассету с пройденной. Но она же не пройденная, 98%. Ну, практически. Так ты сам прошел 98% или ты подсмотрел этого человека? Я кое-что посмотрел и еще добавил несколько своих секретов. И, кстати, я знаю несколько секретов, которые не указаны на этой видеокассете. Соответственно, если совместить мои, да, наши усилия, то можно добиться 100%. То фирма Нинтендо будет убирать слезы и плакать, потому что мы ей раскололи Donkey Kong. Давай посмотрим несколько секретов. Вот эти 2% хочу показать. Из тех, что ты нашел в другом. Да. Давай посмотрим. Игра Donkey Kong Country тема хороша, что никогда точно не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Попав вот в этот N-ный уровень, я специально не говорю его название, Денис попытался запрыгнуть вот на этот левый бункерок. И смотрите, хоп, получилось. А там неожиданная радость, золотой носорог. Денис хотел получить еще носорога, но сколько бы раз он не пытался вспрыгнуть на этот бункер, у него ничего больше не получилось. Это уникальная возможность. А вот здесь на веревке, внимание, деревянный барабан хочет вас раздавить, но вы падаете вниз и оказываетесь в бонус уровне. А там по улицам ходила небольшая, небольшая, маленькая крокодила, она, она бананы давала. А вот тут все зависит уже от вас. Или вы наберете 100 бананов и получите лишнюю жизнь, или эта маленькая пакость вас, ха-ха-ха-ха, соживет. Вы знаете, у Дениса все это получается великолепно. И на ваших глазах сейчас мы получим нового золотого носорога. На счетчике 76 очков, еще 14 очков. И раз, два, оп, ля, молодец, Денис Панов. Секреты по Донке Конго-то все хорошо, Денис. Да. Но я, позволь, напомню тебе, что в прошлой программе ты клятвенно, он клятвенно обещал рассказывать о секретах из Дэндевских игр. Ну, в принципе, да. Я понимаю, что от Донке Конго оторваться невозможно, но мы сегодня давай закрываем эту тему. Хорошо. Донке Конго больше у нас секретов не будет, потому что, в принципе, ты их уже все раскопал. На время, может быть, что-то еще откроется, да, еще расскажешь. А на следующей передаче, пожалуйста, поклянись вот этой обезьяне, чем хочешь, поклянись, что ты принесешь секреты из игр для приставки Дэнди. Клянись. Клянусь. Клянусь, сказал Денис Панов, наш компьютерный эксперт. Совершенная игровая система Супер-Нинтендо. Ну вот, наступает самая лакомая часть нашей передачи, потому что сейчас я буду рассказывать вам о новых играх для приставки Супер-Нинтендо. Ну, и этой части нашей программы ждут все с особым нетерпением, потому что приставка-то очень популярна в последнее время. Кого не спросишь, я очень много говорю с людьми, все или хотят купить Супер-Нинтендо, или уже купили и не знают, какой картридж выбрать, потому что это очень важное решение для семьи, какие картриджи купить, потому что они все-таки не очень дешевые, вы знаете. И если я даже закрою название этого картриджа руками, то по одной вот этой картиночке, по силуэту дракона, поклонники компьютерных игр сразу догадаются, о чем пойдет ребят. Да, именно так. Фирма Acclaim перевела игру Mortal Kombat «Смертельная атака» в формат Супер-Нинтендо. Это гигантский, на мой взгляд, подарок для всех, кто увлекается компьютерными играми, потому что игра Mortal Kombat в формате Sega, как вы знаете, покорила практически всех мальчиков и, пожалуй, половину девочек. Да-да, именно так. Девчонки потихонечку начинают приобщаться к боевым играм, ну и, в общем, в этом ничего плохого, конечно, нет. Почему в Америке в игру Street Fighter играют ровно столько же девочек, сколько и мальчиков? Я не знаю. У нас, наверное, то же самое когда-нибудь произойдет, а об игре Mortal Kombat рассказывать долго не надо. Дело в том, что это старый такой заядлый конкурент игры Street Fighter. И в формате Sega она очень популярна стала, особенно в последнее время. Я знаю людей, которые днем и ночью играют в Mortal Kombat и доходят там до таких вообще высот, что невозможно себе представить. Давайте посмотрим, что это такое за игра. А по ходу нашего представления я расскажу вам чуть подробнее о технической стороне этой игры. Итак, Mortal Kombat. Ну, о технической стороне Mortal Kombat в формате Super Nintendo рассказывать особенно нечего. Напомню, что Mortal Kombat, Смертельная атака, самая киношная игра из всех существующих в природе компьютерных игр. Да, именно так. Именно в этой игре художники, режиссеры и мультипликаторы, ну и, конечно, программисты, попытались перенести все действия в формат максимально приближенной кинематографической картинки. Видите, как играют мышцы на руках наших персонажей. И как все это похоже на любимые наши обожаемые двойной удар, кровавый спорт и так далее и тому подобное. Не знаю, какова судьба игры Mortal Kombat в формате Sega, но в формате Super Nintendo, благодаря потрясающей графике и великолепной музыке и спецэффектам, я думаю, что эта игра завоюет своих почитателей, тем более, если у вас дома нет ничего, кроме маленькой серенькой коробочки с надписью Super Nintendo. Жуть! Страшное дело. Вот такая игра Mortal Kombat, как она была популярна в формате Sega, так, я думаю, она станет еще больше популярной в формате Super Nintendo, ну, из-за того, что графика, музыка, фоны и все остальное, все, что присуще к изставке Super Nintendo. Беру следующий картридж с полки, и на этот раз это производство фирмы Sony Image Soft. Flashback. Не нужно переводить эту игру с английского на русский, как вспышка назад. Действительно, flashback это вспышка, back это сзади, но это никакого отношения к этому не имеет. Дело в том, что flashback это такой устойчивый психологическо-психиатрический, я бы сказал, термин, обозначающий состояние сознания, когда вдруг перед вами, как какая-то живая картина, всплывает что-то из прошлого, какое-то событие, какое-то приключение. В кино вы знаете, как это делается. Герой смотрит в камеру, вдруг глаза у него как... Там вдруг возникает картина детства или что-нибудь в этом роде. Вот точно такой же герой, только с менее, или может быть с более безумными глазами, чем у меня, на обложке этого картриджа. Ну, как обычно, это будущее. 2142 год после Рождества Христова. Вы непонятно каким образом очутились на неизвестной планете, где вас естественно подстерегают многочисленные опасности и гадости. 16 мегабайт сплошного удовольствия. Sony Image Soft сотрудничает с компанией US Gold и Software International Delfin. Только что из магазина. Прям вот, вы знаете, прям вот на нем даже такая еще есть такая пыльца легкая, когда он лежал в одной куче со своими товарищами. Флэшбэк. Да, картридж с пакетиком пахнут магазином. А вот сама игра пахнет, догадываетесь, чем? Ну, конечно, наш старый добрый десятилетний друг, принц Перси, юноша в белых штанах. Только в этот раз все происходит в джунглях, юноша уже надел джинсы, кроссовки, курточку, жилеточку и нормально себя чувствует, если бы не непонятная задача, которая перед ним стоит. Перед ним, а значит и перед вами. Над разгадкой этой тайны я бился целую неделю. Попробуйте вы, может быть у вас получится быстрее. 16-битный процессор позволяет создателям игры использовать так называемый киношный прием крупного монтажа. Смотрите, сейчас вы это увидите. Наш герой поднимется на мостик, попытается проникнуть в дверь, но оттуда некий громилок стреляет в него из огнемёка. Это не страшно. И вот здесь сейчас он наклоняется, внимание, и подбирает с пола маленькую коробочку со светящимися огоньками. Это у нас называется монтаж. Супер общий план, супер крупным. Высший пилотаж. У нас еще есть несколько минут времени, поэтому я с удовольствием вам скажу об одной игре, которая меня лично очень заинтересовала. Вот эта вот коробочка красивая. Написано R-Type-3, а на обложке страшный монстр. От гнусных пришельцев некуда деваться в нашей галактике. Вот опять династия Бидо, самая злая, самая коварная империя в галактике, прилетела покорять нашу матушку родную землю. Но все это сошло бы им с рук, если бы не флагман королевского флота R-79, или, как называют его друзья, R-Type-3. Вот вам и разгадка названия игры. Ну, а дальше все, как обычно. Ха-ха-ха, обычно. Вы где-нибудь видели такие космические пейзажи, такую лазерную стрельбу, и такие великолепные вспышки пламени в немом пространстве космоса. Нигде. Вот и я не видел. Поэтому R-Type-3 претендует на одно из первых мест в области космических леталок-пострелялок. Не секрет, что цель космических пришельцев всегда одна и та же. Богатейшие и полезные ископаемые земли и кровь земельных младенцев, которые так жаждут эти железные монстры. Игра доходит до самого апогея. И тут... О, Боже! Умрите, презренные гады! Бедо, гадки! Убирайтесь из нашей галактики! Погибай, корабль-матка! Погибай! Погибай! Я, кажется, немножко увлекся. Игра действительно очень интересная, но время нашей программы неумолимо, знаете ли, подходит к концу. Поэтому все, что мне осталось сделать, это попрощаться с вами, послать вам много воздушных поцелуев в количестве одной штуки и увидимся с вами ровно через неделю. Пока!